МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы собираемся по торжественным только моментам. С этой трибуны, как вы знаете, выступают и многие руководители стран. Я не буду их перечислять, многие принимали активное участие. Здесь же выступают и выдающиеся ученые, лауреаты Нобелевских премий. Здесь же мы нашим студентам вручаем красные дипломы, особо одаренным и поощряем здесь, именно в этом зале. Хочу отметить, что в этом году это, пожалуй, первое мероприятие, проходящее в привычном для всех нас очном формате, хотя я вижу, все сидят в масках, выполняя поручения Роспотребнадзора. Сегодня у нас в гостях пополномоченный по правам человека в Российской Федерации, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, автор более 140 научных работ, заслуженный юрист Российской Федерации, Татьяна Николаевна Москалькова. Прошу поприветствовать, который выступит перед нами с лекцией и расскажет, наверное, о роли и месте института, уполномоченного по правам человека или ставшего уже привычным для нас термином обоцмена в правозащитной системе нашей страны, Российской Федерации. Наградный комплекс вопросов, связанных с правами человека, никогда, в общем-то, не терял для нас своей актуальности. Вот и сегодня все мы являемся свидетелями очень сложных процессов в этой сфере на международной арене. Это и события в Соединенных Штатах Америки, и узел вопросов, связанных с миграционным потоком из стран, прежде всего, наверное, Брежнего Востока, и ситуация в Беларуси, да и много вопросов внутри нашей страны. Все это требует, конечно же, объективной правовой оценки и серьезного анализа. Должен сказать, что в нашем университете активно работает в рамках поднимаемой сегодня темы специально созданный центр, и мы достаточно хорошо, как мне кажется, сотрудничаем с Орье Харисовной Соборской в реализации стратегии по правам человека в Республике Татарстан силами созданного на нашем юридическом факультете научно-образовательном центре прав человека, международного права и проблем интеграции. Также в 2013 году, или точнее с 2013 года, мы входим в консорцию ведущих российских вузов, реализующих магистрскую программу международной защиты прав человека под эгидой Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и эффективно реализуем ее на кафедре международного и европейского права. А центр прав человека является ресурсной базой для этой программы. Кстати, должен сказать, что выпускники программы нашего университета трудятся и в вашем аппарате, уважаемая Татьяна Николаевна, это Андрей Ахмедзянов, а также в Женевском офисе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, это Влада Гурвич. На этот год в нашем университете была, конечно же, запланирована в рамках консорции моя очередная, восьмая международная летняя школа по правам человека, но вот в связи с пандемией COVID-19 она переносится на следующий год, и мы вас приглашаем принять в нем участие. Сегодня в этом зале присутствуют преподаватели и студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, юридического факультета, Института управления экономикой и финансов, Института международных отношений, которые своей профессиональной деятельностью в той или иной степени сталкиваются с вопросами, связанными с защитой прав и свобод человека, развитием международного сотрудничества, правовым просвещением населения. И потом здесь все, что происходит в этом зале, сегодня транслируется в онлайн-режиме. А сейчас я не задерживаю внимания присутствующих здесь людей, наших коллег, которые пришли на встречу с Татьяной Николаевной. С удовольствием приглашаю вас на эту трибуну для выступления. Приглашаю вас. Уважаемый Ильшат Равкатович, уважаемые коллеги, друзья, для меня огромная честь присутствовать и выступать в зале, в зале, где каждый сантиметр помнит историю. Это университет, где зарождались новые идеи, где выросло не одно поколение людей, которые отстраивали современную Россию, новое цивилизационное пространство. Здесь работали и учились мои друзья. И когда я защищала кандидатскую диссертацию в Институте государства и права Академии наук Российской Федерации, то получить оппонента, поддержку Казанского университета – это была огромная удача и честь. И вам, дорогие студенты, и вам, научно-педагогические кадры, профессора, преподаватели, чрезвычайно повезло учиться в Казанском университете, вдыхать научные идеи, получать возможность спорить, строить будущее, исходя из того огромного научного, исторического потенциала, который был заложен нашими предшественниками. Здесь учился Лев Николаевич Толстой, Бутлеров, Лобачевский. Здесь работал мой друг Василий Николаевич Лихачев, с которым мы вместе были депутатами Государственной Думы. И я еще раз вас с удовольствием приветствую. Я выбрала тему «Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» по той причине, что это один из самых молодых государственных институтов, выполняющих важнейшую задачу сегодняшнего дня, объединяющих государственные начала и гражданское общество. В 1991 году на крутом изломе истории российского государства и трагического, и в то же время вдохнувшего новую жизнь в построение цивилизационного пространства впервые звучит, что в России должен быть независимый институт и независимый институт как государственный институт власти, который скажет правду руководителем государства о состоянии защищенности, соблюдения прав человека в обществе. Нужен человек, который независимо от систем выскажет свою точку зрения в отношении отдельного человека или по системным проблемам. Такие институты уже существовали во многих государствах, и сегодня более чем 100 государств имеет институт омбудсмена. В 1993 году в Российской Конституции впервые упоминается об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, который назначается Российским парламентом, его Нижней Палатой, Государственной Думой. А в 1997 году появляется первый федеральный конституционный закон об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Уникальность этого института заключается в том, что это персонифицируемый государственный орган. Так и написано в федеральном конституционном законе. Государственный орган, который обязан реагировать на жалобы граждан в отношении незаконных, несправедливых, необоснованных решений и действий органов государственной власти должностных лиц муниципальных органов. Он должен найти в себе мужество сказать, что это произвол, что этот нормативный акт противоречит принципу справедливости международным принципам и нормам. И этот федеральный конституционный закон определил широкий инструментарий, присущий только этому органу. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации получил право обращаться в Верховный суд по вступившим в законную силу приговорам и другим решениям суда. А позже появилось право обращаться с административным иском в суд в защиту человека, если его обижает должностное лицо или орган власти. В экологической сфере, в жилищной, в трудовой и во всех других сферах, которые охватывают права и свободы человека. Первым уполномоченным был, вот предыдущий слайд показал всю динамику, всего лишь четыре уполномоченных было за историю нашего российского государства. Первый Олег Арестович Миронов, доктор наук, профессор, юрист. К сожалению, мы буквально на днях проводили его в последний путь, и он заложил первые основы построения аппарата уполномоченного. Потом десять лет был уполномоченным по правам человека Владимир Петрович Лукин, известный международник, дипломат, долгое время работающий в Соединенных Штатах Америки. Его сменила Элла Александровна Памфилова. Полтора года она была уполномоченным, после чего она возглавила ЦИК, как известно. Ну, и ваш покорный слуга была избрана, в законе это написано, назначение на процедуру исключительно избирательного выбора депутатов. Вот я, которая четыре года выполняет эту сложнейшую миссию. В каждом субъекте Российской Федерации есть закон об уполномоченном по правам человека в субъекте Федерации. И в Республике Татарстан 10 лет работает очень успешно сырья Харисовна Сабурска, она здесь присутствует, и я хочу, чтобы мы все ее тоже поприветствовали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что у полномоченного по правам человека сложная судьба и миссия это не работа, это служение. У нас нет суббот, воскресенья, вечеров, праздников, потому что беда с человеком может случиться в каждую минуту и в каждую секунду, и к нам приходят за помощью. Пять главных функций, которые есть у полномоченного по правам человека. Первое главное это, конечно, рассмотрение жалоб граждан, обращений к нам по самым разным вопросам. Обидели, лишили дома, не предоставили квартиру, выгнали с работы, по серой схеме платили зарплату, неправильно начислили пенсию, незаконно привлекли к уголовной ответственности или наоборот отказали в возбуждении уголовного дела. Каждый день, когда я подхожу к своему офису, я вижу очередь из людей, это приблизительно 30 человек в день, которые приходят к нам, еще более 150 обращений в день, которые мы получаем по почте, и еще более 20 звонков на горячую линию. Поэтому нам дана возможность организовывать аппарат, и наши люди работают с утра до ночи, чтобы выслушать и найти механизмы помощи человеку. Второй функцией является правовое просвещение, третье международное сотрудничество, четвертое законотворчество и пятая координация деятельности уполномоченных в субъектах Российской Федерации. В чем важность этого института? Ведь у нас есть другие очень ценные и эффективные результативные института защиты прав человека. Это прокуратура, это, конечно, суд, который определяет судьбу человека в гражданско-право, в административном право, в уголовно-правовой сфере. Это ведомственный контроль в виде министра на том или ином направлении. Но важно, чтобы было такое звено в правозащитном лифте, которое могло бы не связано с этой системой и могло бы высказать свое мнение по конкретному вопросу. Особенно если решение принято по закону правильно, по сути, как говорил Владимир Ильич Ленин, который тоже имел честь учиться в Казанском университете, издевательство. И в таких случаях уполномоченному по правам человека предоставлено право обратиться к высшему должностному лицу государства и просить найти решение этого вопроса, исходя из самых высоких принципов, принципов справедливости. Поэтому в законе определено, что полномоченный по правам человека может в любое время беспрепятственно прийти к любому должностному лицу и получить разрешение поставленного вопроса. Так же, как и в субъекте Российской Федерации, тоже уполномоченный по правам человека может прийти к любому должностному лицу с самым трудным вопросом. Но более того, уполномоченный обязан представить раз в год главе государства ежегодный доклад, где честно выскажет свою точку зрения по защите прав человека во всех секторах общественно-политической жизни. И одна из первых моих одна из первых встреч, одна из первых командировок была в Крым, где ко мне на прием пришло ну человек сто наверное людей в форме с детьми с семьями. Это были бывшие военнослужащие Украины, которые приняли гражданство России, остались преданы идеалам России. но ситуация такова, что они не пошли или не могли дальше служить в российской армии по состоянию здоровья из-за отсутствия надлежащей должности для них и по другим причинам, но проживали они в военных городках и другого жилья у них не было. И возникла коллизия, что по закону они не могут проживать в военном городке, и по закону их должны были выселить отсюда и действительно была ликвидирована у них регистрация в паспортах. А где же им быть? Как? Очереди больше на жилье нет, другого места проживания они не имеют. Мне пришлось обратиться к президенту Российской Федерации. Он услышал и принял решение об издании указа, а затем постановление правительства, где было определено, что в отношении них восстанавливается очередь на жилье, что они регистрируются по месту нахождения военкоматов. Вопрос был решен. Не так давно ко мне обратилась большая группа людей, валютных ипотечников, которые взяли ипотеку в валюте, заложив единственное жилье, строящееся. или уже построенное, но из-за резкого скачка курса долларов люди не смогли выплатить. И по закону суды абсолютно правильно решали вопросы. Не в их пользу, а в пользу банка. И говорили, люди сами подписали договор, заложив это имущество, они не отдали долг и должны это сделать. Но мы смотрим на эту проблему с другой стороны. Люди, которые брали в долг деньги, они рассчитывали на то, что государство стабильно, и этого не может случиться, и вдруг форс-мажор. Я тоже обращалась с этим вопросом Владимир Владимировичу Путину. После этого появилась самостоятельная государственная программа оказания помощи этим людям. Выделено было 2 миллиарда рублей. Была создана рабочая группа, куда вошли и наши сотрудники, и мы судьбу каждого решали, потому что государство фактически за человека выплачивало полностью или часть долга в результате 7 тысяч людей, в отношении которых уже было возбуждено производство, исполнительное производство по выселению из жилья не были выселены. У них осталось это жилье. И вот в этом я хотела показать особую роль уполномоченного. А так в прошлом году у нас 240 тысяч граждан получили в той или иной степени защиту. Связано с прекращением открытой угольной перевалки, строительством мусороперерабатывающих заводов без документации, которая бы позволяла это делать, закрытием полигонов, которые отравляли природу и нарушали право на благоприятную среду. Среди механизмов, защитных механизмов прав человека уполномоченного права запросить и изучить любое уголовное и гражданское дело, изучить материалы доследственные проверки лично и лично участвовать в проверке, либо вместе с прокуратурой или другим органом, для того, чтобы убедиться, что человеку правильно отказали в возбуждении уголовного дела. И многие другие механизмы уникальные для этого института. Конечно, уполномоченный один в поле не воин, он не супермен и даже не супервумен, и поэтому его успех в деятельности зависит от конструктивных взаимодействий с органами государственной власти. И мы это стараемся делать, поэтому у нас достаточно большое количество соглашений и с прокуратурой, и с органами исполнительной власти, с пенсионным фондом, с научными и учебными заведениями. Нам постоянно нужна обратная связь с людьми и нужна помощь. Я очень рада, что именно в университете есть юридическая клиника, которая оказывает бесплатную помощь людям, нуждающимся в такой поддержке. На вот этом слайде есть цифры, которые я уже не буду повторять. Это наша действительно реальная помощь разным людям. Тематика обращений это и соблюдение защиты жилищных прав, соблюдение защиты трудовых, пенсионных и так далее. К нам обращаются жители республики Татарстан. 3700 обращений в адрес уполномоченного по правам человека поступило с 2016 по 2020 год. Надо сказать, что все-таки проверки показывают, что в большинстве случаев решения принимаются правильные. Но были ситуации, когда нужно было выправлять положение. Вот здесь наверху на слайде мы вместе с Ильей Харисовной ведем прием граждан. И к нам приходили люди обиженные тем или иным решением связанным с непредоставлением жилья или непредоставлением места в детском саду нам удалось многим и многим помочь. В условиях пандемии жизнь каждого из нас существенным образом изменилась. И каждый орган перестроил свою работу, и мы тоже. Мы сразу же открыли горячую линию, работали в удаленном доступе, но каждый день по видеоконференц связи связываясь со своими аппаратами и с уполномоченными по правам человека, в том числе и Республики Татарстан, с тем, чтобы помогать людям. По каким вопросам люди обращались? На первую очередь это нехватка была средств защиты, маски, дезинфицирующие средства, и мы обратились к Михаилу Владимировичу Мишустину, реакция наступила очень быстро, сегодня все мы ощущаем, что у нас нет проблем в том, чтобы получить маску бесплатно и средства индивидуальной защиты. Огромная группа людей оказалась в беде, которые не могли вернуться домой, и эта тема продолжается у нас, и мы сейчас Сырьёй Харисовна занимаемся вопросом семьи, которая из Армении не может вернуться в Россию, потому что закрыта граница. И вместе с МИДом в постоянном контакте с Татьяной Алексеевной Голиковой мы занимались тем, чтобы люди могли пересечь границу и вернуться. Но встаёт вопрос, когда люди выезжали, уже началась пандемия, уже было решение международного органа, и, конечно, было бы правильно, когда люди выезжают в это время, чтобы их где-то предупреждали, на границе, например, что они могут попасть в трудную жизненную ситуацию. К нам обращались люди, в том числе из Татарстана, что применение мер административной ответственности оказывалось неадекватно и формально подходили к тем запретам по связанным с самоизоляцией, которые были установлены. Например, один молодой человек был привлечён к административной ответственности в виде штрафа за то, что он находился, не имея разрешения на выход на улицу, на улицу. Но он объяснил, что он был на улице в 6 утра, на пробежке, что вокруг людей не было, и он никого не мог заразить. Мы добились, что всё-таки штраф этот был снят с него. Были и наказания, особенно у москвичей, которые выезжали на автотранспорт, и этот автотранспорт не был в числе тех, кто имел право на выезд и прерывания самоизоляции. Мы тоже разбирались в этих вопросах, и десятки людей всё-таки восстановили свою справедливость, потому что быть административным правонарушителем и иметь в своем послужном списке эту отрицательную характеристику, конечно, ранит и бьет по достоинству. Тема пандемии продолжается, и мы все внимательно следили за встречей президента Республики Татарстан господина Мениханова с Владимиром Владимировичем Путином, где он подробно, и вы все знаете, да, объяснил, какой этап сейчас в Республике Татарстан по выходу из пандемии, что делается, какие трудности, и очень важно, что опыт Республики Татарстан сегодня используется и другими регионами по главным международным принципам, определенным во время пандемии. Первое это совокупность, достаточность мер для того, чтобы помочь людям во время пандемии, имея в виду и лекарственные средства и препараты и кое-ко место. Второе это соразмерность, адекватность необходимости принимаемых мер. Мы видели, как в некоторых республиках люди возмущались, они вышли с митингом протеста, потому что считали, что те ограничения, которые руководство установило, неадекватны потребностям. Ну и правовая пропаганда, видимо, не могла донести до людей опасность этого. И в республике Татарстан эти моменты соблюдены на хорошем уровне, и я вижу и у студентов, и у преподавателей полное понимание этого вопроса. Остальные вопросы, остальные направления деятельности связаны с совершенствованием законодательства, и здесь среди главных, наверное, принятый в прошлом году закон об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Первый в истории закон. Это законы, которые подняли уровень гарантий потерпевших и людей в трудовых правоотношениях, пенсионных и экологических. Правовое просвещение, ну это, наверное, вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся, встречаясь друг с другом. У нас работает школа правозащитников. Ежегодно мы проводим единый урок прав человека, который проходит в Международный день прав человека 10 декабря. Миллионы школьников, а в этом году и студентов, принимают в нем участие. Сейчас мы развернули конкурс на лучшее мобильное приложение, на лучший сюжет о защите прав человека и другие. Принимайте участие. Я буду очень рада, если вы поможете нам в мир цифровых технологий, а Республика Татарстан здесь занимает ведущее место, найти новые формы оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. не могу не сказать о международном направлении, потому что у нас он имеет абсолютно прикладной характер. Буквально недавно МИД обратился к гражданам России с предостережением, что выезжая за границу вы попадаете в трудное, в зону риска, имея в виду Соединенные Штаты Америки, где сегодня у нас Ярошенко, Бут и многие другие оказались под стражей, и мы считаем, что без достаточных к тому оснований. Это большая работа, проведенная с участием уполномоченных и, конечно, органов власти, связанная с обменом российскими и украинскими заключенными. Вчера мне позвонил Кирилл Вышинский, который в числе 35 человек был освобожден. Вот он здесь и сказал, сегодня исполняется год, на днях исполняется год, как я на свободе не верю себе. И очень важно, что в условиях напряжения отношений между органами власти есть такой институт, который может разговаривать друг с другом, потому что он вне политики. Гуманитарная сфера для нас важная. Именно благодаря этим принципам произвели обмен моряков украинских и моряков российских, которые были задержаны с двух сторон, простив друг друга, потому что самое главное это гуманитарный подход, милосердие и доброта, которая должна подняться над политикой и другими утилитарными соображениями. На этой основе мы создали Евразийский альянс омбудсменов, которые вошли сейчас в семь государств Армения, Киргизия, Монголия, Иран, Словения. И это помогает нам напрямую выходить друг к другу с конкретными делами о помощи людям. Завершая, я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не попадали в трудную ситуацию и могли своими знаниями защитить себя. Я хочу пожелать вам, чтобы вы были сильными, достойными гражданами и профессионалами, чтобы могли защитить других. В завершение я хочу поздравить вас со столетием Республики Татарстан, которое сегодня для всех нас ассоциируется с Казанским университетом, КАМАЗом и вертолетным заводом, с праздником Сабантуй, и татарскими сладостями, татарской доблестью наших военнослужащих и правоохранителей, достижениями в науке и пожелать вам самого блистательного пути и яркой личной жизни. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо. Желательно. Так, пожалуйста. А вот микрофон, вы вставайте, пожалуйста, а микрофон вам вот. Пожалуйста. Не, не, все равно. Во всем причина маска. Маска, да? Да. Султанов Евгений Батырич, зав. кафедры конституционного административного права. Еще раз большое спасибо за прекрасную лекцию. Но я задам вопрос от имени студентов. Ваше отношение все-таки к уполномоченным по правам студентов. Вот была такая общественная инициатива, насколько я помню, Хромов был и так далее. Вот ваше отношение к этой ситуации. Сильным институт будет тогда, когда он будет единым. И отдельные институты, уполномоченные по правам инвалидов, уполномоченные по правам пенсионеров, военнослужащих, студентов, потому что в каждом сегменте общественно-политических отношений есть свои особенности. Он размывает инструментарии. Нужно, чтобы институт, на мой взгляд, был единым. Но в нем должно быть обязательно молодежное крыло в виде структурного подразделения в аппарате, в виде специального человека, как заместителя, уполномоченного по правам человека. Сегодня федеральный конституционный закон не предусматривает заместителей, как, например, в Турции. В Турции есть главный омбудсмен и пять омбудсменов, которые являются его замами по делам молодежи, по защите прав детей и молодежи, женщин, государственных служащих, военных. И таким образом вот этот мощный институт, имеющий очень серьезные права вплоть до возбуждения уголовного дела, если они видят совершение общественно опасного деяния, мне кажется, он более эффективен. А у студенчества есть много вопросов. Ко мне, например, обращались студенты, которые поступили в частный вуз, у частного вуза лицензия была аннулирована, и, конечно, права студентов были нарушены. Они заплатили деньги, они сдавали экзамены, они настроились на определенный тип обучения, и вдруг их лишили. И мы помогали им, чтобы их взяли в другие вузы, и вузы шли навстречу, в том числе такой институт, как правосудие, который возглавляет профессор Ершов. Есть вопросы и сегодняшнего дня, когда студенты, которые на платной основе учатся, не могут заплатить, и мне кажется, что здесь нужно нормативно решать вопрос об отсрочке, рассрочке, не знаю, студенческой сберкассы, а вопросы регистрации и общежития, вопросы дальнейшего трудоустройства и гарантий студентов, выпускников. Огромный пласт проблем, которые сегодня требуют своего разрешения, и такой человек у полномоченного должен быть, и хорошо, что вы поставили вопрос, я подумаю о том, как в структурном подразделении сделать такой отдел, или группу людей, занимающихся только правами студентов. Спасибо, Татьяна Николаевна, я тоже хотел акцентировать ваше внимание на этом вопросе, вы знаете, вот в связи с пандемией, да, у нас случилась такая ситуация, что студенты, в том числе и из ближнего зарубежья, в основном остались проживать летний период у нас, да, и понятно, что они выехать на родину не могли, а некоторые из них, даже те, кто уже получили диплом, то есть перестали быть нашими студентами, тоже не смогли выехать, и мы оставили их у себя. Сегодня идет зачисление новых студентов, да, но, а что делать с теми, кто здесь остался жить? Мы тоже с такой проблемой столкнулись, сегодня регламентирующих документов этого процесса к большому сожалению нет. Ну и здесь мы путем выделения дополнительных ресурсов вынуждены из этой ситуации выходить, это как раз о том, о чем вы говорили, по закону мы должны их выселить, до банка им деваться некуда, пока не организуют вот эти вывозные самолеты или еще какой-то транспорт. Пожалуйста. Я думаю, было бы справедливо, если бы им выплачивались деньги за поднаем до освобождения жилья, конечно, это вопросы бюджета, но надо идти на такие травмы. государства, бюджет. Хорошо. Так, пожалуйста, коллеги, какие вопросы еще есть? Поднимайтесь, пожалуйста, чтобы было видно, потому что девочки с микрофонами подойдут. Коллеги, у кого есть вопросы, вы лучше вставайте, а не руку, да, то есть встали, и микрофон тогда подойдет. Здравствуйте, Кратеева Аделина, Институт международных отношений, и у меня вопрос, с чего начался ваш профессиональный путь. Угу, спасибо. Как ни странно, первая моя должность была бухгалтер иностранной юридической коллегии. Два года я работала в этом учреждении, но главным образом, вот, имея целью поступить в юридический институт, мне нужна была практика такого органа, учреждения, которого занималась юриспруденцией. И здесь нашлась единственная вакансия, поэтому мне пришлось подтягивать свои знания в области математики, но главное устремление было стать юристом. Я поступила в юридический институт, тогда это был ВИЗИ, Всезаюзный заочный юридический институт, преобразованный сегодня в МГЮА имени Кутафина Олега Емельяновича, которого я тоже знала, и будучи студенткой, аспиранткой. И вторым моим местом работам, которое уже в общем определило, наверное, мою судьбу, это был отдел помилования президиума Верховного Совета Российской Федерации, где я прошла путь от секретаря до консультанта и вырабатывала благодаря моим учителям чувство милосердия, понимания тех людей, которые попали вот в эту трудную жизненную ситуацию. Потом МВД, потом депутат Государственной Думы двух созывов и была выдвинута фракция «Справедливая Россия» кандидатом на пост уполномоченного по правам человека Российской Федерации. И депутатский корпус отдал мне предпочтение из шести других кандидатов. Спасибо, коллеги. Пожалуйста. Микрофон, вот молодой человек встал здесь. Добрый день. Зарим Фринат, Институт международных отношений. Спасибо большое за Вашу лекцию. И у меня такой вопрос, на который хотелось бы узнать ответ. Каким образом Институт полномоченного по правам человека в Российской Федерации работает с молодежью, например, со студентами или школьниками? Спасибо. Спасибо. Я хочу напомнить, что у нас есть еще полномоченный по защите прав ребенка. Он не в таком статусе, у него другой правовой статус, он при президенте Российской Федерации. Это тоже очень интересный и важный институт в нашем обществе. мы взаимодействуем с ними, потому что у каждого ребенка есть родители, а даже если он ребенок-сирота, у него все равно есть папа и мама. Как мы работаем? Вот по тем же трем направлениям. Первое, если к нам поступает сигнал о том, что человек получил травму, в плане прав человека, его права нарушены. Какие это в основном категории? Это дети-сироты, которые долгое время не получают жилье. Это молодежь, которая не может устроиться на работу или ее лишают работы, потому что она не конкурентно способна в период роста безработицы. Это вопросы получения жилья. для многодетных детей. Это выполнение государственных обязанностей по выделению многодетным семьям, участков земли и так далее. Конечно, мы работаем с каждой жалобой индивидуально. Выделив системные вопросы, я обращаюсь к президенту путем ежегодного доклада или по личным вопросам. Вот сегодня я обратилась к президенту о защите прав отцов, одиноко воспитывающих своих детей и не имеющих права на материнский капитал, семейный капитал, потому что их мама не имела гражданства или умерла. Вот такой категории. А второе это, конечно, правовое просвещение, и третье это законотворчество, когда мы стараемся поправить нормативную базу и повысить уровень гарантии семей. Спасибо большое. Так, вот девушка. Здравствуйте, меня зовут Юсупа Эльвира, я студентка второго курса юридического факультета. Сейчас будет такой более неформальный вопрос. Как мотивируете себя каждое утро просыпаться и работать во благо народа? Спасибо большое. Мы примерно просыпаемся и идем до занятий. Ну, честно говоря, я себя каждое утро не только мотивирую на благо народа, но есть другие мироощущения. Человек тогда гармонично развивается и более эффективно работает на благо людей, когда он смог и свою судьбу сделать. это, наверное, еще более сложная ситуация и более сложная проблема свою семью сделать. Когда я просыпаюсь, я говорю, Господи, спасибо, что Ты послал мне этот день. Господи, спасибо, что есть солнце, небо, и я могу радоваться этому. И я могу быть сильной и помогать людям. Для того, чтобы быть успешным, нужно следить за своим здоровьем, следить за своей энергетикой, опираться на людей, которые тебе интересны и у которых ты можешь что-то почерпнуть и кому-то что-то подарить доброе и полезное. очень важно и элементы везения, а для этого мы должны каждый отстроив свою нравственно-моральную систему ценностей идти вот по этому пути. Думаю, что так. Спасибо. Так, коллеги, вот здесь молодой человек встал, девушка, пожалуйста. Давайте, давайте. Добрый день. Юнус Вахадежа, второй курс юридический факультет. У меня будет два вопроса. Первый, какую главную цель вы преследовали, когда встали на эту должность? Это первый вопрос. И второй вопрос, заметный некий интеграционный подход в работе омбудсменов в мире или в Европейском, например, союзе некотором? Да, спасибо за этот вопрос. Ну, цель одна. помочь людям восстановить нарушенные права, не допустить этих нарушений, увидеть систему, системные проблемы, найти пути их решения и установить такие коммуникации с молодежью, вузами, органами власти, которые смогли бы способствовать решению этого вопроса. по поводу интеграционных сообществ. Да, сегодня тема прав человека является главной темой в мире. Она причина взрывов и социальных революций. Она причина стабильности, если правильно отстроена система защиты. Я хочу сказать, что именно в республике Татарстан в одной из трех субъектов федерации есть стратегия прав человека. И вроде бы она незаметна, вот так, чтобы где-то озвучала, но она работает как превентивная мера. И сегодня есть такие интеграционные сообщества, как ГАНРИ, глобальный альянс омбудсменов в рамках ООН, есть сообщества в рамках Совета Европы, есть комиссар по правам человека в ООН, есть, кстати, этот пост занимает женщина, чилийка, бывший президент Чили, Бачилет. Есть целый институт в Совете Европы, который называется комиссар по защите прав человека, который тоже возглавляет женщина Дуня Миятович, и мы с ними дружим, мы все время с ними в переписке, в переписке острые, когда она спрашивает, почему вот этого человека привлекли к ответственности, я объясняю почему и отслеживаю иногда, вижу, что действительно применение меры причины в виде заключения по стражу неправильно поставлен, а я ей задаю вопрос, почему сегодня в Соединенных Штатах Америки арестован наш Никитин, человек интеллигентный из сообщества предпринимателей и он ничего не совершал и к нему применяются пытки, почему Винник сегодня в французской тюрьме в пыточных условиях и она помогает мне Доня Миядович и Бочелет и вот эта корпоративность в области прав человека она очень важна в отношении не в целом человека а конкретного человека ради конкретного человека я и работаю спасибо коллеги пожалуйста здравствуйте Захаров Артем второй курс юридических факультет вопрос заключается в следующем в каких случаях к полномочным по правам человека Российской Федерации может предпринимать какие-то действия по защите прав людей граждан соответственно по собственной инициативе и может быть как это часто происходит на практике да да спасибо спасибо согласно закону мы действуем в двух случаях первое когда пришла жалоба от конкретного человека и второе когда мы видим массовое нарушение прав независимо от того пришел сигнал или нет вот тогда мы действуем самостоятельно тогда я обращаюсь к генеральному прокурору проверить почему люди достаточность оснований которые выдвинуты людей предположим в Башкирии которые выступили против ликвидации горы Пуштал совершенно совершенно верно или в других случаях мы можем по закону обращаться о возбуждении уголовного дела когда видим что нарушено право человека независимо от того просит он нас или нет об этом когда мы сталкиваемся с информацией о том что нарушаются их логические права мы независимо от того просят нас или нет ищем независимую экспертную организацию для того чтобы она высказала нам свое мнение дала свое заключение люди спровоцированы на эту акцию или действительно у них есть веские основания для того чтобы прекратить деятельность полигона на который свозится мусор или строительство объекта который запрещен вот в таком случае мы действуем самостоятельно вне поступления к нам жалобы спасибо большое коллеги вот девушка стал и молодой человек смотрите кто поучил здравствуйте я Ефимкина Анастасия второй курс юридического факультета похоже второй курс полностью привлечен на нашу встречу это очень хорошо у меня есть следующий вопрос как обстоит ситуация в работе аппарата полномочия правом человека в России по сравнению с европейскими странами и на вас взгляд в России Россия все же принимает опыт Европы или движется по какому-то своему особому пути развития спасибо мы аккумулируем все лучшее что накоплено практиками других омбудсменов по отношению к другим государствам по-разному складывается картина в некоторых государствах есть более мощные мандаты ну например в государствах которые имеют национальный превентивный механизм что это значит когда при уполномоченном есть группа общественников которых уполномоченный может направить в любую колонию или следственный изолятор чтобы проверить как осуществляется медицинское обеспечение или как они обеспечены питанием одеждой вот этот мониторинг осуществляется на основании конвенции против пыток протокола к этой конвенции мы не присоединены к этой конвенции но могли бы без присоединения к нормативному акту образовать этот национальный превентивный механизм он бы дал нам больше возможностей в Армении например в отличие от российского омбудсмена омбудсмен а он называется защитник прав народа Армении он имеет право реагировать не только на нарушения со стороны органов власти но и любого другого юридического лица если там есть социальные интересы например сегодня почти вся медицина она не является государственной как и торговые предприятия не являются государственными и у полномоченного нет возможности отреагировать на нарушения трудовых прав если человек не обратился до этого в суд или трудовую инспекцию которая отказала ему в защите вот такие институты такие полномочия мне кажется интересными для развития института но есть и более слабые чем наш институт омбудсмены и встречаясь на площадах Ганри ООН в прошлом году я выступала в Нью-Йорке в генеральной ассамблее на сессии генеральной ассамблеи по вопросам защиты прав пожилых людей очень важно обмениваться такими практиками и расширять возможности защиты прав человека спасибо вот там молодой человек поднимался здравствуйте я студент второго курса юридического факультета так вот у меня вопрос в вашей лекции вы сказали то что упомянуло очень по праву человека это независимый институт от политики и на слайде было показано то что Россия находится в альянсе с несколькими странами но в основном они из стран бывшего СНГ и соседей России так вот как известно у института полномочия права человека наиболее разных странах запада и в чем суть вопроса в какой степени развито сотрудничество России в области прав человека со странами запада и какие стоят приоритеты да спасибо большое евразийский альянс обудсменов он не объединяет только государства СНГ из семи государств три государства не являются членами СНГ это Иран Монголия и Сербия и честно говоря для меня тоже было неожиданно когда я призвала вместе со своими коллегами образовать такой альянс имея ввиду что это должны быть государства не имеющие границ объединенные одним русским языком это же язык понимания общения и успеха оказалось достаточно много государств и других с которыми у нас есть границы и разная историческая судьба желающие в него войти но вы спрашиваете как складываются с другими государствами мы отстраиваем а на двусторонней основе сегодня у нас 22 соглашения с государствами не входящими в СНГ в том числе Камбоджия в том числе Греция Иран Турция и ряд других 22 государства вторая площадка это интеграционные сообщества институт европейский институт амбудсменов в него входят Сария Харисовна и я вхожу и многие другие мы собираемся раз в год для того чтобы понять какие инструментарии нужно еще использовать для того чтобы противостоять произволу грубому нарушению игнорированию прав человека это площадка Ганрия которой я говорила в Совете Европы мы собирались даже сейчас во время пандемии с помощью видеоконференц связи с тем чтобы обсудить вопросы возвращения людей на родину оказание медицинской помощи как объединение разъединенных семей и так далее очень важно развивать интеграционные системы в области защиты прав человека институт международных отношений второй курс Диаза Воригина вопрос внесла ли пандемия ковид-19 изменения в структуре обращений поступавших в ваш адрес то есть много ли жалоб связанных с эпидемией поступило к вам спасибо да спасибо мы считаем мы сейчас пытаемся обобщить весь этот опыт совершенно уникальный для всего мирового сообщества ко мне как уполномоченного поступило 2400 обращений самого разного характера но больше и наиболее тревожно для меня это в области трудовых прав многие лишились работы и постановка на учет компенсация поддержка этих людей очень важна второе государство позаботилось о людях которые могли попасть или попали в трудную жизненную ситуацию и установили компенсационно восстановительные меры в том числе многодетным семьям врачам которые работают с ковидом но на практике они не в полной мере выполнялись вот эти люди обращались к нам с возмущением как же так есть указ президента постановление правительства а врачам выплачивали не исходя из того что человек работает в учреждении признанном ковидным а по часам сколько он проработал с больным именно ковид-19 вот такие нарушения мы тоже старались локализовать и восстановить права и надо сказать что удавалось большая группа прав связана с тем что люди были не согласны с теми административными взысканиями которым они подвергались за нарушение самоизоляции и другие у меня здесь вот частично была уже информация на слайде сейчас мы продолжаем обобщать эту информацию и готовим большой тематический доклад спецдоклад права человека и ковид-19 где подробно опишем все ситуации в том числе защиту прав человека которые находятся в СИЗО или колонии в это время люди не получали возможность встретиться с родными и даже с адвокатами и вырабатывались и судебные системы и следственными органами новые формы защиты прав человека в этих условиях уважаемые коллеги еще один-два вопроса пожалуйста добрый день Алышов умеет студент второго курса юридического факультета вопрос такой каким образом вам удается привлечь внимание органов власти местного самоуправления к ежегодному докладу и к решению той или иной проблемы обращения спасибо большое за этот вопрос да действительно очень важно чтобы голос омбудсмена был услышан но здесь нам помогает сам федеральный комиссионный закон в соответствии с которым доклад у полномочного публикуется в самой главной газете в российской газете целиком и полностью в этом году из-за того что многие работники типографии были на удаленке пришлось пойти на форму чтобы его в усеченном виде опубликовать а в полном он был размещен на сайте российской газете кроме того закон обязывает меня представить пяти субъектам президенту верхней и нижней палате парламента председателю верховного суда и конституционного суда председателя следственного комитета и каждый раз эту информацию мы размещаем на своем сайте на ленте риа новости и тасс это помогает нам привлечь внимание к нашим докладам надо сказать что ученые которые выполняют свои диссерционные исследования готовят монографии многие ссылаются на наши доклады потому что они содержат уникальную эмпирическую базу для научных выводов и предложений спасибо большое коллеги еще вопрос один пожалуйста мы дадим девушке микрофончик дайте пожалуйста здравствуйте Гареева юридический факультет второй курс поблагодарю вас еще раз Татьяна Николаевна за великолепную лекцию у меня такой вопрос спасибо вы занимаетесь решением только локальных проблем или же вы берете за решение массовых нарушений прав человека в одно время люди так скажем волновались из-за массовых начислений за электроэнергию в местах общего пользования также люди сходили с ума из-за того то что страховщики не выдавали ОСАГО вы принимали ли участие в решении данных проблем спасибо да конечно конечно когда единичные жалобы повторяются мы видим что это системная проблема эту системную проблему обязательно закладываем в доклад и в виде отдельных заключений направляем министрам и вопросы повышения или завышения тарифов на ЖКХ это очень распространенная тема и мы многим помогли обращаясь к прокурорам через прокурорские проверки и отмены тех тарифов которые были необоснованно завышены сегодня это проблема с тарифами за твердые отходы с человека их начислять или с площади в разных субъектах по-разному и мы вот сейчас например проводим мониторинг этой проблемы то же самое связано и со страховыми компаниями к нам было много обращений связанных с этими вопросами и мы с помощью прокуратуры специального фонда ЖКХ специального министерства изучали и выправили мне кажется ситуацию на сегодняшний день спасибо